Внимание, забота, поддержка просто необходимы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, когда приходят гости, да еще и с подарками для детей и взрослых, это настоящий праздник. Одним из первых представителей администрации Координационного совета общественных объединений посетили православный социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божией Матери. Мы всегда рады подаркам, всегда, потому что для нас это очень актуально. Нам необходима помощь продуктами, вещами и всем остальным, что нужно для жизни. Центр открылся два года назад по инициативе настоятеля Троицкого храма поселка Измайлова проэтерея Дмитрия Шпанько. За это время стены этого учреждения посетило более 20 семей. Сейчас здесь на реабилитации находятся еще 8. Самой главной нашей задачей является нематериальное помощь, да, потому что храм не имеет таких средств, как государство, там оказываются какие-то материальные помощи. Хотя мы это тоже делаем, но самая главная наша задача – это духовное воспитание. Сегодня благотворительное попечение над учреждением осуществляет Троицкий храм, поэтому помощь в качестве продуктов питания для центра особо значима. И сами подопечные всегда рады такому вниманию. Праздникам нас часто посещают различные благотворители, и это здорово. Акция «Щедрый вторник» является международной. Несколько лет она проходит в разных странах мира. Ленинский район впервые принял в ней участие. На протяжении целой недели в четырех торговых центрах волонтеры рассказывали видновчанам про благотворительную инициативу и нашли отклик в сердцах жителей района, которые приносили игрушки, книги, вещи и покупали различные продукты питания. Мы собрали более 300 килограммов. И вот эти более 300 килограммов мы распределили тем, кто действительно остро нуждается. Это приют женщин, которые находятся в поселке Исмаилово при Троицком храме. А также это наши три общества. Общество инвалидов, общество инвалидов-диабетиков и общество слепых и слабовидящих. Благотворительной акцией было задействовано свыше 50 волонтеров, а также представители общественных организаций. Хотел бы поблагодарить все общественные объединения, кто принимал участие. И, конечно, хотел бы поблагодарить всех людей, кто принял непосредственно участие и вложил, что некий вклад сделал в эту акцию. А пока организаторам акции предстоит еще несколько дней работы, чтобы развести все продукты питания и сладкие угощения в другие социальные учреждения. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.